И снова всем здравствуйте, друзья! Приветствую всех на своём канале! Сегодня у нас вторник, 2 июня, второй день лета. Я приехала на пляж, потому что здесь у нас всю неделю стоит шикарная погода. Вот сегодня плюс 27, и вода, наверное, где-то градусов 20. Я ещё не купалась, но смотря вокруг, что все сейчас практически в воде, ну, может быть, кто-то не купается, но всё равно бродят по воде почти все. Ну, представляете, 27 градусов, это очень жарко. И солнце светит, и чистое небо просто поразительно. Так вот, мы сегодня с вами погуляем. Я знаю, что в большинстве районов России холодно. Мне сказали, что у нас там вообще плюс 9, и дожди идут. А здесь красота. Поэтому давайте погуляем, и давайте с вами поговорим. Я вообще не хотела сегодня затрагивать тему коронавируса, но единственное, что скажу, что у нас здесь большое послабление сейчас. Люди все вышли гулять. И самое интересное то, что я нашла статистику по острову Уайт. Так вот, говорят, что последние две недели выявлено только два заболевших. По поводу умерших статистики нет, но хотя бы ладно, два заболевших, 172 всего. И поэтому люди обрадовались, что все остановилось. И теперь вот все гуляют, купаются, наслаждаются. Ну и я тоже. Ну, теперь перейдем к сути. Я сегодня вообще-то целый день находилась здесь на пляже, загорала. Как вы понимаете, озвучка у меня опять студийная. Вот я вечером сижу, озвучиваю после всех своих прогулок. И сегодня я вам покажу довольно много интересного, друзья. То, что именно я повстречала на пляже и как я провела здесь свое время. Так вот, первая моя встреча с интересным англичанином, который с металлоискателем ходил здесь по пляжу и что-то увлеченно искал, копал. И я вот нашлась смелости подойти к нему и попросить с камерой взять у него интервью. Ну вот говорю же, что, к сожалению, ветер нам не дал. Но я покажу сейчас вам все. Ну вот, вы поняли, я выключила этот звук. Вот был ветер такой, что ничего у нас не получилось. Я вам сверху немножко расскажу. Я попросила мужчину показать, что же он такого здесь интересного нашел. И вот он мне достал монетки вот такие, видите. Ну, это медная монета, копа коэн называется. Это, по-моему, две копейки, два пенса вернее. Ну и это не представляет особой такой ценности, потому что эта монетка совсем недавняя, просто плохо сохранилась. Вот. Но он разохотился, стал мне показывать еще. Вот еще другую монету показал. Я, как ни старалась, здесь вообще ничего я не смогла разглядеть. Ну, видно, что профиль также Елизаветы II. И видно, что монета не из старых. Ну вот он там, видите, на заднем плане роется в карманах. И мне достает все, что он за сегодняшний день нашел. Сейчас мы с вами посмотрим. Вообще, видите, мужчина такой колоритный. Очень. Прям такой какой-то викинг старинный. Вот он мне нашел серебряную. Я спросила, может, у вас есть серебряная монета? Он сказал, да, вот, по-моему, вот это серебряная. И вот я ее показываю вам. Это 1958 год монета. Ну, достаточно вроде бы как старая, 60-летней давности. Вот тут, видите, тоже Елизавета II, наша действующая королева на реверсе. Он сказал, что он находил даже и римские монеты. А это вот он мне достал все, что он за сегодняшний день нашел. У него же металлоискатель. И нашел всякой ерунды очень много. Я говорю, почему вы ее берете? Он говорит, ну, я просто все это выкину, когда буду с пляжа идти. Раз уж я это выкопал, нашел. Да, вот показывает мне пулю. Когда я спросила, что за пуля, откуда, он сказал, ну, наверное, Вторая мировая война. Вот эта пуля такая интересная. Сейчас он мне еще там что-то ищет. Ага, вот он мне нашел еще шрапнель, как он сказал. Кусок шрапнели. И говорит, что, возможно, даже кого-то убил вот этот вот кусочек шрапнели. Ну, я с этим мужчиной разговаривалась. Он оказался очень разговорчивым. Я, к сожалению, вот как-то, понимаете, все равно не привыкла и не могу, стоя рядом, совать человеку камеру прямо в лицо. Поэтому я что-то вот его лицо-то как-то вам мало и показываю. Но мужчина очень симпатичный. Он сказал, что он тоже здесь живет всю жизнь на Айло-Уайт. И сам он из Ньюпорта. А вот сюда на пляж Райда он приезжает с другом постоянно. Ему здесь очень нравится. Я говорю, а находите что-то золотое? Он сказал, что да, находим иногда и золото, но крайне редко. Я говорю, ну, вот какие-то старинные монеты, допустим, что-то такое находили. Он сказал, что у него самая ценная находка была. Это вот он нашел римский коин. Римскую маленькую монетку. Вот римляне, как вы знаете, были захватчиками Англии на протяжении 400 лет. В общем, вот такой римский коин он нашел. И он сказал, что он смог его продать довольно дорого. За полторы тысячи фунтов. Это на самом деле дорого, друзья. Ну и стал мне искать еще одну монету очень долго-долго. Рылся тут в своих всех этих потайных кармашках. Но вот монетку, которую он хотел мне найти, он так, к сожалению, и не нашел. Интересно еще то, что, когда я у него спросила, если он нумизмат, и если он находит римские монеты, то, может быть, он знает что-то такое о короле Артуре. Вы знаете, для меня это сейчас вот такая вот острая тема. Он сказал, что да, знаю, конечно, слышал. Это римский легионер, который остался здесь помогать британцам после того, как все римляне ушли. Вот видите, как интересно. Ну, вот так вот мы с ним пообщались. И я вам такого колоритного мужчину, конечно же, хочу показать. Я пошла дальше по пляжу, по кромке воды, по галечной косе. И стала без конца то и дело находить вот такие вот маленькие панцири крабов. Вот видите, я сначала показала вам один, потом иду, второй вижу, третий, четвертый, пятый. Вот видите, сколько их здесь много, вот этих вот панцирей от крабов. Краб этот называется колючий краб. Вот сейчас покажу именно, сколько много их здесь вдоль валяется на побережье. Вот видите, просто огромное количество. Если вы думаете, что это какие-то погибшие крабы, то нет. Просто сейчас у них линька. И вот крабы сбрасывают свои старые панцири, из которых они выросли, и преспокойно живут дальше. Я вам постаралась найти картиночку именно вот этого вот колючего краба, как он выглядит. Он похож немного на камчатского краба, насколько я понимаю. Но камчатские крабы все-таки огромные. А эти вот такие вот маленькие колючие. Я, конечно, здесь небольшой специалист. Единственное, что обращает внимание, просто огромное количество вот этих вот именно панцирей, таких вот острых, с колючками. Довольно-таки интересных, согласитесь. Вот я вам это все и показываю. Солнце в зените, жара невыносимая. И я решила, друзья, искупаться. Второго июня я открыла купальный сезон. Немножко-немножко я искупнулась, немножко вам показала. С камерой трудно плавать. Просто, чтобы запечатлеть это грандиозное событие. Я сама поверить не могла, но плавала я сорок минут в воде. Вода оказалась не такая уж и холодная. И я просто, друзья, наслаждалась. Как обычно, вы знаете, сначала боишься заходить, а потом удивляешься, почему раньше не зашел. Ну ладно, вышла это я, и пошла я дальше по берегу. У нас отлив. И много-много чего еще я на побережье, конечно же, нашла. Сейчас покажу вам еще одну очень интересную такую вещь, находку. Здесь, пока гуляешь, можно найти не так уж и много, но все-таки всякого разного вида ракушек. Мне больше всего нравится из всех этих ракушек морской гребешок. Я вам уже показывала. Вот сейчас постараюсь найти и показать еще, как выглядит морской гребешок. Вот видите, вот такой двухстворчатый моллюск. Иногда большого размера, иногда совсем маленький. Разного цвета. Этот моллюск считается деликатесом и используется во французской кухне. Очень любят французы приготавливать из него вторые блюда. Но также его еще едят и в сыром виде тоже. Мясо у гребешка такое нежное, сладковатое. Ну, на любителя, скажем так. Но все же чаще всего вот именно вот так вот преподносят всегда вам в ресторане на раковине этот приготовленный морской гребешок. Это тоже интересно. А еще интересно то, что вот гребешки, крупные гребешки, они могут в случае опасности довольно далеко прыгать. Вот они вот так резко смыкают свои створки и отпрыгивают буквально на несколько метров от того страшного места, если их испугать. Ох, посмотрите, какого я красавчика нашла! Вот хоть и маленькие, но посмотрите, какой красивый, бесподобный гребешок! Вот недаром раковины гребешка используются в качестве символов очень часто. И вы знаете, что нефтяная компания Shell давным-давно использует раковину гребешка как свой символ. Ну, а мы с вами идем дальше, друзья. Я показываю вам побережье Севью. Вот этот знаменитый яхт-клуб старинный, от которого отплывают часто яхты и катамараны. И также я хочу вам показать и рассказать еще одну очень интересную находку на берегу. Здесь у нас на берегу очень часто можно встретить вот такие вот интересные островы. Вот как бы кость-не кость, вот такая вот штука. Это не что иное, как скелет еще одного морского животного – каракатицы. Каракатица – это такой головоногий моллюск. Очень, кстати, интересное существо. Считается, что вот среди кальмаров, осьминогов и других представителей вот этого животного мира каракатица считается самой умной, да еще и злопамятной и мстительной. Говорят, что если в детском возрасте каракатицу обидел какой-то вид хищников, то когда она вырастает, она начинает охотиться именно на этих хищников. Ну и еще, конечно же, вы слышали о чернилах, которые изготавливаются из каракатицы, и краски сепия, очень популярной. Если мы вернемся к вот этому вот остову каракатицы, то он состоит из арагонита, довольно плотный. И говорят, что иногда применяется в ювелирной промышленности, а раньше из него вырезали фигурки. Ну и те, кто имеет домашних птиц, друзья, то, наверное, знаете, что вот такие вот пластинки вот этой вот каракатицы помещают в клетку попугаем, и птицы чистят свои клювы вот об этот вот скелет. Ну а я, когда нахожу такой крупный и неповрежденный остов каракатицы, то я тоже его использую. Ну а я иду дальше по берегу, гуляю, смотрю вокруг. И что же вы думаете? Вдруг чайка уронила буквально рядом со мной на мелководье вот такую вот рыбину. Бросила мне под ноги. Наверное, подарок. Это скумбрия, как вы видите, или макрель, как ее здесь называют по-английски. Большая, замечательная рыба. Я, наверное, ее возьму и пожарю. Спасибо, чайки! Чайка, наверное, узнала, что свежей рыбы в магазинах нет. Ну а я посидела опять немножко в теплой, обалденной воде. И хочу показать вам еще одну интересную штуку. Посмотрите, актиния. Помните, я уже вам ее показывала? Такие шарики на камнях. Вот сейчас хочу показать, как она убирает щупальцы, если ее трогаешь. Вот такой вот шарик я уже вам показывала. Это именно актиния. Очень интересный такой коралловый полип. Он выглядит вот так красиво. И здесь их вот тоже, когда уходит вода, можно много-много найти. Вот я его, когда трогаю пальцем, вы знаете, так интересно, он, несмотря на то, что маленький, он просто своими щупальцами присасывается, вы знаете, даже страшно. И говорят, что вот эти вот полипы коралловые, они бывают величиной полтора метра. И не дай бог, если такой полип встретится, он может, наверное, даже и за ногу схватить. Ну, я не знаю, я полутора метровых не встречала, а вот маленьких здесь очень много на берегу. Можно встретить в отлив. Вот такая прогулка сегодня у меня с вами, друзья. Дело уже к вечеру, и солнышко практически зашло. Сейчас так стало вдруг тихо и так приятно. Немного посижу на камне, полюбуюсь на закат. А вам, друзья, всего доброго. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.